На Комишине будет проведен деталевый анализ работы предприемства, которые работают с недостатковой динамикой. Размова идет об 90 субъектах господарания, которые в минулый месяц не досягнули запланованных показчиков. Такая информация была охудшена на сегодняшней областной нараде по пытаниях работы промыслового комплекса региона. Постоянный мониторинг сегодня проводится по 258 предприемствах в области. По выниках первого месяца года, 120 их спрацевали с плюсом, что свечит обнедренным потенциале региона. Альон может быть еще больше значным, когда вытворцы показчики, полепшие 90 субъектов господарания, которые по культура работают с недостатковой динамикой. Миновата их деятельность была деталево проанализована на областной нараде. Ориентируемся на гумсельмаш. Они плохо работают, совсем плохо. И провали, даже если взять, по январу они имели 67%, то по текущему оценке январа-февраля-то в 6.45. Непонятно сегодня ситуация, мне складывается. И по гумель-стекло. Мы знали, что 36 долларов потерял на тонне металла БМЗ, но он же работает, 100% дает. Сегодня начинаем гумель-стекло, в его рынки упали. Так пусть ищет. Пусть ищет и продает. Значные проблемы в промысловом комплексе региона на початку этого года реализация инвест-проектов на Петриковском горно-обогачальном комбинате, БМЗ, Мазыр-Соли, Гомельском химичном заводе. У Гандли упор на поширение 9-й сетки, повышение эффективности ее работы. Стоит задача максимально компенсировать временное проседание за счет работы других предприятий и отраслей. Поэтому сейчас ведется работа и с промышленниками, и с организациями сельского хозяйства. Будет проведено ряд совещаний, на которых будут изысканы резервы. Причины невыконания доведенных покажек урозные – от падения цен на внешних рынках до перехода на новые виды продукции. Ситуация на предприятиях так само довольно мощно отрознивается. Неде план выконывается только на 60%, неде – больше, как на 90%. В целом по области так званый индекс промысловой творчести по коль забеспечен на уровне 91,6%. При этом непосредственно подчас нарады высветляется. Эту лишбу можно повеличить у тымлику за кошт внутри областных резервов. У приватности на предприемствах региона знаходятся десятки тонн металлолому, які не выкарыстовывается. У той час як БМЗ набывая сыровину за межами Беларуси. Гэта увогу ли не редкая з'ява – закупки импортной продукции при наявности аналогов, які вырабляются предприемствами региона. Иншая справа, што неабходна повышать якось гэтой продукции, што зробить ее больше конкурентно с дольной и на внешних рынках. Сегодняшняя нарада с запрошением керівника Виконкаму и предприємства с деталевым анализом ситуацию в промысловом комплексе – перша, явно не опошня. Такая практика у работе обл. Виконкаме тепер станет постоянной. Уреште задачу по досягнению индекса промысловой вытворчести у померы 104,3% необходно выконовать обовязково. Для этого в Гомельской области имеются все возможности, как у республиканских предприятий, так и у предприятий коммунальной и частной формы собственности. Конечно, основой будет это, прежде всего, разрушка складов, пополнение собственных оборотных средств. Конечно, мы сегодня понимаем, что продукция в 2020 году должна, основная ее часть в Гомельской области должна быть направлена на экспорт, на внешние рынки. Мы сегодня в 2020 году будем работать над программой импортозамещения, то, что поставлено главой государства, как основная задача в 2020 году. Поэтому я считаю, что поставленные задачи в 2020 году в Гомельской области будут выполнены в полном объеме.